Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире канала «Архейс-24» программа «Здоровье» и я, ведущая, Бадаха Вадинара. Начну программу по традиции с обзора новостей в медицине. Циркулирующий сейчас в мире под видом микронштамма коронавируса не приводит к более тяжелому протеканию ковида, чем прежние штаммы. Однако новый вариант вируса, появление которого ожидают специалисты, может представлять более высокий риск, поэтому следует сохранять бдительность. Об этом заявила во вторник в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхови. Она выступила в ходе традиционного сеанса вопросов и ответов, транслировавшего в Твиттер ВОЗ. Отвечая на вопрос, когда может закончиться пандемия, она сказала, что вирус находится здесь, чтобы остаться с нами, и поэтому придется с ним жить. Вопрос в том, как нам добиться завершения чрезвычайной ситуации в каждой стране, сказал эксперт. Некоторым государствам удалось ввести к минимуму смертность, однако в целом в мире каждую неделю все еще умирают тысячи людей. В проекте изменений в госпрограмму развития здравоохранения Минздрав оценил текущее состояние сферы охраны здоровья граждан и перечислил сложности, препятствующие достижению поставленных перед отраслью целей. Ведомстве признали недостаточный уровень качества первичной медико-санитарной помощи и ее доступности. Оценивая текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, Минздрав ссылается на данные Росстата, согласно которому в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни снизилась по сравнению с предыдущим периодом на полтора года и составила 70 лет. В прошлом году отмечен рост показателя общей смертности на 14% к 2020 году. Негативные демографические тенденции обусловлены влиянием пандемии COVID-19, которая стала одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последние столетия, считают в Минздраве. Решать перечисленные проблемы и достигать поставленных целей на горизонте до 2030 года предлагается ранее заявленными методами. Например, повышать общую продолжительность жизни до 78 лет будут в частности путем увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, снижения заболеваемости туберкулезом, гепатитом С и ВИЧ-инфекцией. Удовлетворенность населения медицинской помощи будет достигаться в том числе охватом диспансерным наблюдением пациентов с болезнями системы кровообращения и онкозаболеваниями. В 2021 году заболеваемость различными инфекциями, даже без учета коронавирусной инфекции, нанесла экономический ущерб в 1 триллион рублей. Эта сумма включает прямые затраты на противодействие распространению болезней и их лечения, а также расходы из-за временной нетрудоспособности граждан и в связи с их смертью. По данным отчета Роспотребнадзора и Минфина, наибольшая часть ущерба – 750 млрд рублей – пришлась на ОРВИ, а 382 млрд рублей – на туберкулез, ВИЧ и гепатит С. В сравнении с 2020 годом расходы на инфекционные болезни возросли на 160 млрд рублей, так как заболеваемость выросла на 35%. После ОРВИ наиболее затратны для экономики на залоги ветряная оспа, острые кишечные инфекции, а также инфекции после укуса животных. Расходы в связи с заболеваемостью гриппом оценены в 728 млн рублей. В 2021 году Роспотребнадзор не рассчитывал сумму ущерба от коронавируса, хотя в 2020 году на инфекцию было потрачено более 1 трлн рублей. Язвенная болезнь представляет серьезную медицинскую проблему. Каждый год сообщается примерно о 500 тысяч новых случаях заболевания. Язвенная болезнь в основном затрагивает людей в возрасте 55-65 лет. У мужчин дуоденальные язвы являются более распространенными, чем язвы желудка. У женщин наоборот. Примерно 40% пациентов с язвенной болезнью желудка наблюдают серьезные осложнения. Как наблюдают и лечат это заболевание в Карачаево-Черкесии, расскажем в сюжете. Боль и дискомфорт в животе, затрудненное проглатывание пищи, частая изжога. Именно такими симптомами обычно сопровождается образование язвы в желудке человека, которое диагностируют у каждого десятого взрослого гражданина нашей страны. Причин развития этого заболевания немало. Это и прием некоторых лекарственных препаратов, нарушение перехода содержимого желудка в кишечник, потребление в пищу вредных продуктов, воздействие алкоголя, курения, а еще наследственность, которая также играет существенную роль в механизме формирования язвы желудка. Чтобы подтвердить или исключить диагноз при появлении таких симптомов, необходимо сразу же обратиться к врачу и пройти обследование. Ведь, как известно, чем раньше начать лечение, тем выше шансы не допустить осложнений, поскольку полностью вылечить заболевание на данном этапе развития медицины невозможно. А вот добиться длительной ремиссии врачам по силам. Если язва желудка диагностирована во время обострения, специалист выдаст направление на госпитализацию в стационар. В первую очередь нужно исключить все факторы, которые способствуют развитию заболевания, и только потом назначается лечение. На сегодняшний день существуют препараты, которые подавляют выработку соляной кислоты, улучшают моторику желудка, в некоторых случаях прописывают антибиотики. План лечения должен составлять врач, только он учтет состояние здоровья. Особенности течения язвенной болезни – возможные противопоказания. Нужно понимать, что язва желудка – это достаточно серьезное заболевание, которое может закончиться и смертью больного. Поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Более подробно о методах диагностики и лечения профилактики язвенной болезни желудка поговорим с гостем программы, врачом-гастрентерологом, врачом-терапевтом Асяд Владимировна Урусовой. Здравствуйте, Асяд Владимировна. Говоря о проблемах желудка, мы часто слышим о таком явлении, как язва желудка. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Смотрите, язвенная болезнь желудка, знаете, перстной кишки – это самое распространенное заболевание органов желудочно-кишечного тракта, верхних отделов. Язвенная болезнь – это когда образуется дефект на слизистой желудке. Проще говоря, вот есть слизистая желудка, это самый внутренний слой желудка. Он в норме розовый, красивый, аккуратный, без дефектов. Но когда образуется язва, образуется именно дефект, то есть как раневая поверхность, по типу как рана. И вот это и представляет собой язву. Какое основное проявление язвенной болезни? Симптомы, да? Самый основной симптом язвенной болезни – это боль. Смотрите, бывает пол-локализации, да? То есть если язва у нас образовалась в желудке, эта боль возникает сразу после еды практически, ну, минут через 10-20 максимум. Если мы говорим о язве на сиперстной кишке, то это больше голодные боли. То есть когда человек длительное время не кушает, 2-3 часа появляется боль. Ночные боли возникают. И то есть человек покушал, и как бы даже боль чуть уменьшилась на фоне приема пищи. Вот больше боль. Также изжога бывает, отрыжки бывают. Бывают проблемы со стулом. Это те основные симптомы, которые бывают при язвенной болезни у нас. В основном вот эти. Этап образования язвенной. Смотрите. Вообще, да, этапность образования. Сначала у нас образуются признаки гастрита. Гастрит – это гиперемия, покраснение слизистой желудка, то есть воспаление. Потом образуется эрозия. Это по типу царапин, в основном слизистой желудка. Дальше образуется уже язва. Как я говорила, как бы раневая поверхность образуется. Ну, дальше уже, там, вплоть до раковых образований в желудке. Это уже, если мы не лечим язву, допустим, на каком-то этапе, там дальше уже происходит малигнизация, то есть озлокочуствление язвенной болезни. То есть язвенная болезнь можно считать как предраковое заболевание, да? Ну, не так. Ну, если не лечить. Если не лечить длительное время, если у пациента длительное время симптомы, он знает, что когда-то уже была язва, и сейчас вот эти симптомы аппаратно появились, то нелеченную язву, она может привести к раку желудка. То есть, получается, гастрит – это просто гиперемия слизистой оболочки. Да, покраснение. А язва – это уже дефект. Это дефект. Слизистой оболочки. Насколько распространено язвенная болезнь? Как я уже говорила в начале, это самое распространенное заболевание в верхних отделах жидокишечного тракта. Ну вот. Этим более оно имеет сезонность своих проявлений. То есть сезон – это осень, весна. Сейчас как раз у нас очень много у меня пациентов с язвенной болезнью, с обострением. Потому что вот сейчас именно сезон этих заболеваний. Существуют ли какие-то факторы риска, которые способствуют постепенно вере данного заболевания? То есть имеется в виду причины? Ну, факторы риска, я имею в виду. Ну, факторы риска. То есть, ну, давайте так. Язвенная болезнь, она, в принципе, может быть у людей любого пола, любого возраста. Там и пожилые, и молодые. Но чаще всего, конечно, это молодой возраст, потому что, ну, как молодец питается. То есть это фастфуд, это газированные напитки, все, что приводит к дефектам слизистой желудка. Ну, вот чаще всего, конечно, это больше молодой возраст, студенты, допустим. Чаще они болеют язвенной болезнью, ну, чем больше, ну, чем возрастные люди. Но хотя и возрастные тоже болеют язвенной болезнью. То есть питание – это фактор риска, да? Конечно. Неправильный образ жизни, это фактор риска. Основная причина язвенной болезни, она какая? Причина, основная причина – это, как известно, бактерия Helicobacter pilari. Есть такая бактерия, она уже давно изучена. То есть, смотрите, как можно заразиться этой бактерией. То есть это через слюну. То есть это мы кушаем, там, например, в кафе, в ресторанах, да, и, ну, возможно, как-то не до конца промытая там посуда. Или даже внутри дома. Кто-то болеет уже этой бактерией, там заражен, кто-то нет. Мы поели из издательной посуды, допустим, и уже, как бы, мы можем заразиться. В основном только эта причина. Бактерия Helicobacter pilari также, смотрите, повышение кислотности средокислотной в желудке. То есть не то, что в принципе есть кислота, а именно уровень повышается кислотностью в желудке и разоржается слизистая желудка, и возлются вот эти дефекты язвенные. Вот. Ну, и, как я говорила, питание. То есть нерациональное питание. Алкоголь, курение – это все основные причины язвенной болезни. А также есть люди, которые длительное время, ну, по своим заболеваниям принимают препараты обезболивающие. И они строят, например, в основном препараты, такие как Ketarol, NICE, ну, такие боли, которые люди знают. Вот, например, люди с артритами, с грыжей позвоночника, ну, им, чтобы не было боли, чтобы не испытывать боль, они принимают эти препараты, можно сказать, каждый день практически. И они повреждают слизистую желудку, и тоже образуется язвенная болезнь. То есть такая лекарственная, да? Да. Причина лекарственная препарата. В народе говорят, что язвенная болезнь – это не то, что вы едите, а то, что вас гложет. Насколько характер человека влияет на формирование язвенной болезни желудка? Ну, это, наверное, больше как стрессовые язвы, наверное, мы к этому отнесём. Есть такое понятие, есть гастроэнтерология – стрессовые язвы. Но тут же опять на фоне стресса у нас повышается уровень соляной кислоты. Именно поэтому образуются вот эти вот процессы. То есть вообще давайте поговорим так. Соляная кислота – это, ну, в норме её, вот когда нормальный уровень, это, наоборот, наша защита. Потому что то, что мы кушаем, вот эти патогены, например, ну, к нам в желудок, она обезбреживает эти патогены. Но бывают такие моменты, да, именно уровень её повышается. То есть она агрессивная становится, и поэтому идут повержения слизистой желудка. И вот на фоне стрессов именно вот именно агрессия идёт этой кислоты. И образуются вот такие процессы в желудке. И ещё хочу сказать, вот хеликобактерная инфекция – это бактерия, которая, она основная причина. Даже, можно сказать, она канцероген первого класса. То есть она является причиной даже образования, причиной того, что образуется закачественное образование в желудке. Это одна из самых причин в данный момент. Но, к сожалению, соляная кислота её не убивает. Хотя многие бактерии она подвержена убивать. А вот хеликобактер нет. И наоборот, даже она… В этой среде хеликобактер хорошо жить. Там он размножается, он там живёт в себе прекрасно. И образуются вот такие процессы, как язвенная болезнь. А язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки – это одно и то же? Или это разные заболевания? Ну, смотрите, как? Просто по локализации. То есть причины одни и те же, диагностика одна и та же. Симптомы практически одни и те же, только вот это при желудке, язвенная желудка, боль после еды, и 12-перстной голодной боли. Просто локализация. Живуток чуть выше, на 12-перстной кишках получается, ну, чуть ниже. А так, получается, процесс – это один и тот же. Китонатан, дефект слизистой. Дефект слизистой, да. Некоторые язвы бывают, которые глубокие язвы, они даже проникают в подслизистый слой. То есть это вот следующий слой. Есть такие глубокие язвы, к сожалению, которые, они чуть-чуть длительнее лечатся, чуть-чуть сложнее лечатся, но есть такие тоже моменты. Но поддаются лечения? Поддаются, конечно. Если человек не запустил процесс, если вот он пришел, прошел обследование, выявили язву, и мы спокойно лечим. А когда нужно бить тревогу, когда нужно обращаться к врачу? Смотрите. Симптомы, конечно, если вот в течение там какого-то определенного времени у вас возникает боль при гастральном области, то есть верхних отделов живота. Сегодня, завтра, через неделю вы чувствуете боль. Не нужно ждать, что пройдет само там, я попил там препарат, оно прошло. Вы приходите к врачу обязательно, мы вас обследуем, поставим определенный диагноз и обязательно вас вылечим. То есть, ну, ждать, что само пройдет, в этом смысла нет. Просто можно сделать себе же хуже. Основной метод диагностики язвной болезни? Метод диагностики – это фиброгастродоноскопия. Как мои пациенты говорят, глотать шланг, глотать трубочку, ну, для них и так более удобно. Метод – это золотой стандарт, как говорится в диагностике язвной болезни. На самом деле, ну, да, метод неприятный, да, и есть определенный такой дискомфорт, но он не болезненный. Как бы, как такую боль пациент не испытывает. Длительность этой процедуры буквально секунд 30, чтобы вы понимали, там, не какие-то там минуты даже. Единственное, когда мы, там, ну, вдруг при проведении ФГДС мы увидели образование, допустим, какое-то, и нужно взять биописию, то есть кусочек образования, тогда, может, чуть-чуть удлиняется процесс. А так стандартный осмотр – это секунд 30. Ну, данная процедура действительно у многих вызывает тревогу. Есть ли какая-то альтернатива этой процедуре? К сожалению, пока альтернативы нет. Нет, был у нас вообще до ФГДС у нас был метод рентген с барием, но на самом деле это не такой информативный метод. Всё-таки ФГДС на сегодняшний день – это самый основной метод диагностики язвенной болезни. Вы говорили, что причиной язвенной болезни является хеликобактер пилори, да? Как выявить данную бактерию? Да, вот, это самое тоже вот интересное. Когда мы проводится ФГДС, вот, ну, трубочку глотаю, пациент, например, в нашем центре сразу делается урязный тест, называется. То есть берётся слизистая желудка, есть такой тестик и, ну, определяется, если он накрашивает зелёный цвет, значит, есть эта бактерия. То есть и сразу же у меня есть заключение врача, то есть что со слизистой, и сразу есть, ну, есть ли хеликобактерная инфекция. Это если мы проводим именно ФГДС. Если мы хотим узнать просто, есть ли хеликобактерная инфекция, методы основные – это урязный дыхательный тест, так и называется. Есть только аппаратик, как пациент дышит, и там уже определяется, есть ли это бактерия. Есть антигенный тест, это сдаётся кал на антигенах хеликобактерной инфекции. И есть, не самый лучший, но всё-таки он есть – это сдать кровь хеликобактер, там и являются антитела. Но чтобы понимать, антитела, они в крови, они могут длительно циркулировать. Например, допустим, ещё пациент уже перенёс эту хеликобактерную инфекцию, а в крови до сих пор антитела есть. Просто не всегда он достоверен, этот метод. Поэтому он сейчас уже практически не применяется, ну, именно вызывать кровь. А вот основные преподания ФГДС мы проводим – дыхательный тест и вот каловый антигенный тест. А каково осложнение язвенной болезни – желудка или генозапертической кишины? Да, осложнение, на самом деле, очень грозное, потому что, ну, основное – это кровотечение язвенной болезни. То есть пациент длительное время страдает, да, у него болит, он не ходит, не идёт к врачу, и здесь образуется кровотечение. Основной симптом кровотечения – это слабость, пытливость, чёрный кал. Чёрный кал именно. Если вдруг вы заметили у себя, там, ну, близкие, вам сказали, у меня там такая проблема, это, ну, прям вот бежать к врачу, потому что с этим шутить нельзя. Кровотечение также. Смотрите, как я говорила раньше, это малигнизация, то есть, как бы, озлокочувствление язвенной болезни, то есть образуется, когда уже рак, то есть тоже пациент, ну, не лечится, образуется рак. Смотрите, перфорация язвы, то есть это образуется отверстие, то есть в стенке желудка, там, где была язва. То есть это, ну, прям длительно нужно лечить язву, чтобы вот такой дефект образовался. И всё, что содержимое желудка, оно может выходить в брюшную полость, образуется уже перитонит. И также при язвах привратника, одноисперстной кишки, привратник – это отдел, который идёт из желудка, одноисперстную кишку, вот именно переходик вот этот вот, называется привратник. Когда там образуется язва, допустим, язву мы пролечили, она зарубцевалась, образуется рубец, то есть, ну, вот как именно уплотнение вот этой слизистой желудка наисперстной кишке. Когда этот рубец образовался плотный, образуется стеноз, то есть плохо проходит пища, вот, желудка наисперстную кишку, тогда у пациента возникает рвота сразу после еды, то есть, ну, пища не полностью проходит, и, ну, естественно, большой дискомфорт заставляет человеку. Затруднение глотания будет в данном случае? Не глотания, а именно прохождение пищи уже дальше, не пищевод, а вот дальше, именно вот из желудка наисперстную кишку. Вот именно, если, может быть, он чуть-чуть поест, ещё не так будет, когда он переест, допустим, это сразу будет заметно. Это вот основные осложнения язвенной болезни, но это, на сегодняшний день осложнений как таковых практически уже не встречается, потому что всё-таки люди более информированы уже, что есть такое заболевание, вот есть симптомы, там, у меня болит, я всё-таки пойду к врачу, чтобы, не дай бог, не привело к это осложнение. А вообще, в принципе, осложнение – это уже хирургического профиля процесса, потому что уже врач с центральной осложнением не лечит. Там только уже хирургическое вмешательство должно быть. Вообще, в стандарте язвенная болезнь лечится в течение месяца. Вот месяц конкретно мы лечим препаратами, в стандарте дать диету обязательно, как бы без диеты тоже эффективность снижается лечение. Потом делается контрольный ФГДС через месяц. То есть первый раз делали, мы выявили язву, мы вылечились, потом делается контрольный ФГДС, мы смотрим, зажила ли язва. В большинстве случаев она заживает через месяц. Но бывает, когда большие язвы мы должны, ну, не до конца, может быть, она заживется, мы должны долечить пациента, чтобы дальше не было каких-то осложнений, допустим. Вот. Это если у нас причина хеликобактера. Если нет хеликобактера, как я говорила, что есть пациенты, которые принимают препараты обезболивающие, у которых есть проблемы с хронической болью. Ну, и сейчас, в принципе, сейчас все врачи назначают препараты для защиты желудка, когда есть у пациента определенная хроническая боль. Обязательно для защиты желудка назначаются препараты по типу вот мипрозоловый ряд. Ну, вот. Именно, чтобы была конкретная защита слизистой оболочки желудка. Вот. Ну, и диетические рекомендации. То есть это... Мы убираем острое, кислое, жареное, жирное, газированные напитки, фастфуд, алкоголь обязательно. Мы должны это все убрать из рациона пациента, потому что, ну, без этих рекомендаций нам будет очень сложно вылечить пациента. А так, язвенная болезнь, она очень хорошо подается лечению. Ну, вот. Ну, я на моей практике не было еще пациента, который бы не вылечился от язвенной болезни. Вот такие вот моменты. А как мне допустить язвенную болезнь? Смотрите. Для профилактики язвенной болезни, то есть, как я говорила, что причина есть хеликобактер. То есть мы должны ее не допустить заражением этой инфекцией. То есть это у людей должна быть своя индивидуальная посуда. Даже вот в доме. Своя тарелка, своя ложка, своя вилка, чтобы не было вот даже внутри домового заражения. А хеликобактер убивается, вот, если мы, например, на посуде с высокой температурой. То есть это должна быть не просто там, вот, как бы вода, это должна быть пассудомощная машина. Вот только вот такие моменты могут нас, ну, чуть-чуть профилактировать. Смотрите. Ну, естественно, что питание должно быть рациональное. То есть, ну, я понимаю, что, ну, нельзя так, что вот только супчики, кашки кушать. Ну, все, как бы, ну, хотим иногда там что-нибудь такое, чуть-чуть вредное покушать. Но это должно быть как-то ограничено. Ну, раз в месяц хорошо, ну, раз в какое-то определенное время. Потому что все это очень агрессивно сказывается на слизистой желудке. Вот основное это рациональное питание. Это не заразиться этой бактерией. Хотя она очень распространенная сейчас, на сегодняшний день. Я вам скажу, даже было такое исследование. Исследовались пациенты с уже с раком желудка. И 98% у них, у всех была хеликобактерная инфекция. То есть это, ну, это не шутки. Это на самом деле такая бактерия, которая, ну, она очень коварная. Поэтому стараться как бы, ну, не заразиться. А в основном заражение – это слюна. Как вы уже поняли. Это от родителей к детям. От, там, например, мы где-то в кафе покушали, возможно, что тоже от кого-то заразились. В основном вот так вот. Спасибо вам большое, Света Владимировна, за информацию, за ваши рекомендации. Спасибо. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Встретимся с вами через неделю в это же самое время. Будьте здоровы. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова